Всем здарова! Вы на канале Ниндзя Никита. Мы продолжаем читать, играть, слушать игру под названием «Заповедник Зелири». Остановили, что мы пошли. Мы наконец-то пошли. А пока мы шли, я прислушивался к своим ощущениям. Вчерашняя слабость полностью исчезла. Длительный сон и сытый завтрак в буквальном смысле поставили меня на ноги. Солнце было уже в зените, а лег я на закате. Получается, проспал минимум 13 часов. Но спешить мне теперь все равно некуда. Имеет смысла. Ведь самое вкусное у них именно ноги. Чего? Вкусно? Главное вкусно поесть. Не боишься, что наш путь смогут отследить по брошенной туши или костру? Да и вообще, как ты, а охотница, можешь разбрасываться добычей? Меня бы жаба задавила. Мне охота дается легко. Так что я не экономлю мясо и обычно не беру с собой остатки. Ты напрасно волнуешься за следы. Стоит нам отойти, как туши сгрызут налетевшие попечатки. А костром тут никого не удивишь. Приматы разводят их где ни попадя, отчего в лесу случаются пожары. К счастью, огонь всегда очень быстро тухнет. Что? Быстрогаснущий лесной пожар? Ну это же какой-то бред. А попечатки это кто? Попечатки. Крупные плотоядные бабочки. Ой-ой-ой, я ее случайно замутил. Попечатка одна из немногих существ, кому исчезновение небесных этажей, возвращение природного спектра пошло на пользу. Ясно. Крупные плотоядные бабочки, они чуют кровь, так что если чуть замешкаешься, придется их полкой от добычи отгонять. Но не переживай, у нас всегда будет свежее мясо. Ведь я одна из лучших охотниц теократии у Мари. Ну, мне так кажется. Вот конец, она помрачняла, будто вспомнила что-то неприятное. Кстати, надо... F1, F12, Ля какая. Что-то не так? Нет, все в порядке. Брось, я же вижу, что ты расстроилась, когда сказала об этом. Все в порядке, Макс. Мои проблемы не достойны твоего внимания. Без этого я не смогу никак помочь тебе. Ну, раз тебе это в самом деле интересно, мама говорила, что мой отец один из сильнейших представителей у Мари. К тому же он имел волосы божественного розового цвета. Как и большинство внебрачных детей, я никогда не видела своего отца. Но мои волосы – лучшее доказательство правдивости маминых слов. Я люблю розовый, поэтому выбрала его для фона стереограммы и ее постамента. Видимо, поэтому они обожествляют его. Доставшиеся от папы сила и волосы божественного цвета стали моим проклятием. Мама говорила, что все завидовали мне из-за цвета волос. Ведь для у Мари родиться розоволосый – признак благословения Салангана. Но Верховная Жрица не узнала обо мне. Стражницы под угрозой расправы выгнали нас с мамой из города. Со мной на руках ей нигде не были рады. Пристанище она нашла лишь на самой окраине Теократии. В глухой расщелине, где я и выросла. Мама не стала восемь лет назад. Проклятие не обошло и ее. Я же осталась жить в нашей пещере. Мне и впрямь не стоит соваться в столицу. Каждый раз, когда я там появляюсь, ловлю косые взгляды и шипение в спину. Но с тобой, Макс, и Саланган и Мухамки, я смогу вернуться в свой. В мамин дом в городе на правах хозяйки. Я не понимаю. Ты говоришь о благословении и проклятии. Что ты имеешь в виду? Благословение родится с розовыми волосами. Это почти гарантированное замужество и должность при храме. Увы, чужая зависть сгубила нас с мамой. Возможно, потому что в то же время родилась розоволосая дочь и наложница моего папы, которая уже была послушницей при храме. И благословение стало вторым проклятием. Когда я выросла, меня уже не приняли как благословенную. Ведь я изгнанница. Остальное уже не имело значения. Ну, понятно, в общем. Просто она типа бастард, которая... Ну, короче, как Джон Сноу. Ясненько. Подожди, а то проклятие, о котором ты говорила первым, что оно значит? Смерть. У Мари живут не больше 30 лет, после чего умирают. В самом рассвете силы. Ужас. Видимо, так хотел Саланган. Мы не смеем роптать. Раз он наслал это проклятие, значит, мы его заслужили. Но мы верим, что когда Саланган Хамки вернется, он снимет проклятие, и наша жизнь станет длиннее. Они должны размножаться, как кролики, после они 30 лет живут. И сейчас, когда ты здесь, я уверена, что все именно так и будет. Хамки говорил что-то о некорректном жизненном цикле у Мари. Возможно, речь числа именно об этом. Макс, прости, что позволяю себе такое любопытство, но что это за штука у тебя на поясе? Судя по направлению ее взгляда, вопрос касался пистолета. Я видела эту штуку в руках мертвого примата. Его смерть связана с этим предметом? Рассказать об оружии правду, сменить тему, наврать про оружие. Да, она вроде норм, типа. Я не знаю. Я расскажу, наверное. Да, эта ситуация называется обезьяна с гранатой. Я вынул пистолет из кубары, но не стал снимать с предохранителем. Этот пистолет стреляет металлическими шариками, пулями, на большое расстояние. Пока не уверен, но, скорее всего, пуля сможет пробить любую броню, которая есть на Зелире. А тот парень, примат, он направил его себе в голову и выстрелил. Последствия ты видела. Макс, а ты можешь научить меня стрелять? Я хорошо владею своими клинками и неплохо стреляю из лука. Но сейчас его со мной нет. Сломался, когда я неудачно спрыгнула с дерева. Хотелось иметь больше возможностей защитить тебя. Лика, я не нуждаюсь в твоей защите. Кто знает, Макс. Хоть мы и пойдем по самому безопасному пути, Зелире очень недружелюбное место. Я переживаю за тебя. Так ты научишь меня стрелять? Интересный вопрос. С одной стороны, доверять ей пистолет, верх идиотизма. Это слишком опасная игрушка в ее руках. С другой, этот мир и впрямь полон сюрпризов. Кто знает, что может стрястись. Пусть я не планирую терять пушку, но если случится очередная передряга, что вполне возможно. Умение Лики пользоваться пистолета может спасти нас обоих. Опасный выбор. Взглянул на Лику. Она шла рядом, с сосредоточенным видом. Я в чем-то глубоко задумавшись. Может быть, я и пожалею об этом решении, но... Почему нет? Вот, ну... Она, типа, единственный союзник, который сейчас не умеет стрелять, и мало ли что... Не знаю, я... Ну, я, наверное, слишком доверяю, а может, она сейчас нам это... Вроде она норм. Здорово! Спасибо, Макс! Вот увидишь, я очень быстро учусь! Ее радость немного напрягла меня, но сейчас сдавать назад уже поздно. Поскольку в это время мы шли по краю лесной поляны, я счел, что лучшее место для небольшого занятия по пылевой стрельбе нам не найти. Скинув рюкзав, вытащил из пистолета магазин и, положив оружие на траву, провел небольшой ликбез, рассказав про принцип действия пороха, отдачу и способы ведения прицельной стрельбы. Затем уже наглядно показал процесс смены магазина и использования предохранителя. Хамки, к моему удивлению, смотрел на разобранное оружие и слушал мой рассказ не меньшим интересом. Я уж было подумал, что впечатлил его, но... Макс, когда ты помрешь от старости, я твое оружие в нору заберу, как музейную ценность. Во время космической войны, произошедшей за миллиарды лет до моего рождения, на поверхность планеты рухнул сбитый вражеский крейсер. Среди прочей разрушенной инфраструктуры был Саланганский музей древнего оружия. Все экспонаты были уничтожены. Но сейчас я вижу нечто похожее на то, что, судя по древним архивам, хранилось в том музее. Такая ты... Гадость. Фиолетовая. И чё хорошего я ждал от него? О, вот это можно взять. Красиво. Закончив с объяснением, я вынул из магазина большую часть патронов, оставив только четыре штуки. Смотри на меня внимательно и приготовься, при выстреле пистолет издаёт очень громкий хлопок. Я направил пистолет на похожее на дуб дерева с толстым рельфлен... рельефным... 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 чипс таки есть... рельефным стволом метрах в пятнадцати от нас. И прицелившись выстрелил, из ствола обрызнули щепки, а Лика вздрогнула, на миг зажмурив глаза. Но всё же не дёрнувшись с места... Твоя очередь. Вручил пистолет перепуганной девушке. Если она и в самом деле хочет научиться пользоваться моим оружием, то сможет пересилить себя. В противном случае будет глупо разрешать ей даже прикасаться к нему. Лика приняла оружие, несколько раз медленно вздохнула, поудобнее перехватила рукоять, на миг замешкалась, словно вспомнила мои наставления, и вдруг она изменилась. Чуть дрожащие руки вдруг полностью расслабились. Испуганное выражение лица сменилось тем самым ледяным спокойствием, с которым она покрошила толпу людоедов. Чуть прищурив глаза, Лика вскинула руки и прицелилась. Один за другим грянули три выстрела. Град щепок осыпался на траву возле дуба. Даже с такого расстояния было видно, что все три пули легка примерно в одну точку. Во дает. У нее настоящий талант. Развернувшись, Лика протянул мне оружие рукояткой вперед. Макс, у меня получилось! Я все сделала правильно! Ты доволен мной, Макс? Дайте, пожалуйста, вариант, чтобы я ее мог погладить за это, просто молю. Погладить, погладить. Доволен, это мягко сказано. Ты прирожденный стрелок! Теперь я смогу защитить тебя даже с помощью божественного пистолета. Это же так здорово! Не горячись. Я надеюсь, что не дойдет до ситуации, когда применять его придется тебе. Ладно, идем дальше. Пройдя еще немного, мы свернули в сторону от реки и углубились в лес. Он был не слишком густым, но развесистые кроны деревьев давали приятную тень, а просыщая невысокая травой земля больше напоминала роскошный ковер. Все вместе это превращало наш долгий поход в подобие легкой и приятной прогулки. За прошедшие несколько часов Лика рассказала мне о теократии Умари, правящей их народом верховного жреца Лассе, а заодно поделилась давним планами Умари о мировом господстве. Да куда им? Они по 30 лет живут. Они должны, ну реально, как кролики фигачиться. Собственно, ничего удивительного в таких замешках не было. Средний представитель Умари почти на порядок сильнее зерелица и человека. Этим и объяснялось то, как легко она подняла меня одной рукой в первые моменты нашего знакомства. Но грандиозные планы разбивались со две главные проблемы их вида. Во-первых, крайне скудная продолжительность жизни, делающая невозможным быстрый демографический рост и, как следствие, получение необходимой для ведения войны численности армии. Вторым фактором вынужденной миролюбивости у Мари было половой дисбаланс, о которой омолвилась и Хамке. Что за половой дисбаланс? Они слишком много или, наоборот, слишком мало? В среднем на одного новорожденного мальчика приходится порядка 50 девочек. В результате проблема размножения стоит крайне остро, а серьезные боевые потери рискуют обернуться демографической катастрофой. Хамке все это время, сидевший у меня на плече, слушал рассказ Лики не менее внимательный и почти не встревал с требованием что-то уточнить. Так мы и жили все эти бесчисленные годы, непокоренные зелирийцами и неспособные нести волю Салангана за границей Диократии. Быть может, именно из-за нашей нерешительности и нерасторопности Саланган Хамке и медлил с возвращением. Хамке, ты дрыхнущая душа! Тебя тут ждали, а ты спал, как ни в чем не бывало! Макс, у меня язык отсохнет повторять это, но ты идиот! Как и население этой дурацкой зелирии. Я тебя в реале увижу, черт. Поздороваюсь с тобой. Ээээ, да я же пошутил, я хотел сказать... А я серьезно. Эти фанатики собрались убивать Макса. Они хотят убивать ради меня. Не для того, чтобы спасти меня или защитить от чего-то или кого-то. Просто ради меня. Убивать, Макс! Убивать на совсем без шанса на воскрешение. За мной стоит нора, и мне все равно страшно умирать. Я все равно боюсь боли. Убивать, если уж на чистоту. Потому что они сами этого хотят. Макс, в моей стереограмме было несколько слов о том, какой я хороший. Но не больше. Там не было никаких приказов. Там не было даже намеков на то, чего я от них хочу. Потому что мне на них было плевать, Макс! Я ничего от них не хочу! Но я знаю, чего я не хочу. Я не хочу, чтобы жители этой ныне дикой планеты, этого кровожадного мира, в который превратился некогда благословленный звездами Саланган, я не хочу, чтобы они убивали друг друга. Эм... Я не полезу во все это. Никакого явления Салангана не будет. Пусть живут, как хотят. Я был бы рад помочь разумным существам. Но вставать на чью-то сторону в драффи дикарей не стану. Но почему? Что тебя так сильно удивляет? Макс, это одна планета. Одна, мать ее, планета. Один мир. Они все его дети. Зелири, Салангана, неважно. Они тут живут. Они на одном уровне развития. И они воюют. Они до ненависти завидуют друг другу. Вспомни слова Лики. Я не могу этого понять. Мы продолжали брести по лесу. Я слышал причитание Хамки. А Лика, видимо, решила, что я перевариваю ее рассказ и планирую. Как будто вместе с Саланганом вести народ у Марьи к мировому господству. По крайней мере, ее довольно мечтательное выражение лица наводило именно на эти мысли. Ме. Макс, я не мог представить, что увижу такое на своей родной планете. Копаясь в твоей голове, я узнал, что ты солдат, но воюешь с себе подобными, а не пришельцами. Да, люди, это ваше человечество. Отборная коллекция клинических идиотов, но... Но вы иномирцы. Я просто принял как факт, что ты способен убивать себе подобных. В исследовательских экспедициях саланганцы находили подобные недоразвитые миры, где обитатели боролись друг с другом. Поэтому меня и не удивила информация из твоей памяти. Но устроить междоусобную войну здесь? Это выше моего понимания. Эээ, погоди, то есть когда ты говорил про упавший вражеский крейсер? Ну, конечно, это было сбитое судно пришельцев. Их технический потенциал был близок к нашему. Это была жестокая война. Мы понесли большие потери. Даже планетарная система защиты не смогла надежно блокировать поверхность. Два небесных этажа были пробиты падением той громадины. Та война была не первой и не последней. Но никогда один саланганец не брал в лапы оружие, чтобы убить другого. Мы можем злиться друг на друга, драться до поломанных костей и выбитых зубов. Но убить себе подобного выше наших сил. За пределами нашей логики, вне нашего понимания. Это умно, конечно, да. Всё, хватит. Это не мои проблемы. Давай лучше сделаем привалы и поедим. Погоди, а как же нора? Почему вы не воскресили своих павших? Модуль автоматического воскрешения, присутствующий в моей норе, достаточно новая технология. Ей меньше 10 миллиардов лет. Ту пора у нас просто не было такого оборудования. Второе, нора не всесильна. Она воскресит меня, если я погибну от твоей пули или ножа. Она соберёт меня даже испарённого ядерным взрывом. Но вскоре после алгоритма воскрешения был создан и метод абсолютного уничтожения. Технология ХАОС. Хаотический, асимметричный, абструктивный стимулятор. И если коротко, эта штука не просто разрушает структуру поражаемой цели, она полностью перестраивает её, изменяя волновую структуру вещества на самом глубоком уровне и превращая её в хаотическую пыль. Полностью бесполезные, не имеющие заряда микрочастицы, не способные на взаимодействие друг с другом. После поражения живого существа оружием типа ХАОС воскрешение уже невозможно. С тех пор мы сами использовали в войнах только такое оружие. Но, увы, не одни мы им владели. Незваные гости с подобными технологиями ещё не раз заставляли нас скорбеть о погибших. Пусть число наших жертв от войны к войне не падало на порядки. Если первая часть его тирада ещё оставила у меня какие-то мысли, то продолжение вовсе сбило с толку. Сколько же лет их цивилизации, и сколько далеки от них люди. Страшно же даже вдумываться. А теперь давай уже есть. Попозже поедим, перед сном. Ну тебе же питаться нужно, мы и так обед пропустили. В боевом походе сытно пожрать хотя бы раз в день и то счастье. А у нас сегодня и завтрак был, и ужин никто не отменит. Так что не ворчи. Лика, признаюсь, я немного удивлён твоим рассказом. Зависть к цвету волос, подготовка к захвату планеты... Это немного не вяжется с тем, что ожидает от вас Хамки. Ну а что ещё мы можем ради него сделать? Ну, тебя хотя бы могли не притеснять и не выгонять из города из чистой зависти. И убивать других обитателей Зелирии тоже не самый разумный поступок. Я не знатного рода. Я незаконная дочь. У меня нет отца. Но самое главное, я дочь изгнанницы. Я и впрямь второй сорт. Хотя с волосами мне повезло. У меня нет шанса выйти замуж. Мой удел — стать наложницей на одну ночь. Чтобы потом родить в своей пещере ребёнка. Но если это будет мальчик, меня возьмут в жёны. И мы с сыном поселимся в столице. Только шанс на это крайне мал. Вероятность крайне мала. И такое положение дел тебя устраивает? Это не важно. Просто так есть. Я привыкла к такой жизни и знаю, что иначе не будет. Лишь воля самого Салангана может что-то изменить для таких, как я. Но, ладно, но почему ты вообще так мечтательно говоришь о войне и захвате Зель... Макс, это же очевидно. Зелерийцы не верят в Салангана. Они дикари, недостойные жить под этим небом, которое создал Саланган Хамки для всех нас. Его волей и именем мы уничтожим всех дикарей. Во имя и славу его. Охеренно придумали. А у меня высокие разрешения спросили? Моё мнение, блядь, тут вообще кого-то интересует? Хамки, уймись. Во-первых, ты вроде собирался не влезать в эти дрязги. Во-вторых, я понял, чего ты от них хочешь, и постараюсь как-то повлиять на ход событий. Если ты сам не решишь к происходящему руку, лапу приложить. Лапу я могу приложить только к лицу. Этот бред выше моего понимания. Пусть творят, что хотят. Прости, погорячился. И в-третьих, почему ты выражаешься известными мне ругательствами? Да потому что теперь в твой мозг встроен переводчик. Говорил же, не важно, что я говорю и что имею в виду. Твоё сознание автоматически подбирает известные тебе аналоги, образы и термины. Тут всё так легко объясняют. Типа, почему я выжил? Ты избранный. Почему я вас понимаю? Это технологии супер-жёсткие. Как бы да, но нет. Если я выдаю какую-нибудь саланганскую поговорку или даже трёхэтаж дыма, ты услышишь привычную тебе земную аналогию. Это же очевидно. Даже так. Ясно, больше ты меня бранью не удивишь, значит. Впрочем, теперь у меня есть вопрос к Лике. Лика, а что если бы выяснилось, что Хамке хочет от вас совсем иного? Мне трудно даже представить такое. Но его слово в любом случае закон. Мы сделаем то, что он велит нам. Что ж, по крайней мере, у этого... У этой гремучей смеси из фантазизма... Фантазизма, что я читаю? Смеси из фанатизма, идиотизма и кровожадности есть и положительная сторона. Быть может, я даже смогу сделать для этих дикарей что-то полезное. Мы прошли ещё немного, пока не начало темнеть. Пора ужинать и ложиться спать. Лика, насколько безопасны эти места? Мы можем остановиться на ночлег прямо сейчас, или стоит поискать место получше? Тут абсолютно безопасно. Это одна из троп, которыми я хожу, когда совершаю вылазки на территорию Зелирийских Королевств. Чтобы поймать нового раба. Отлично, бля! Небо из земли поменялось местами, а через мгновение я осознал, что нахожусь в нескольких метрах над землей. Подвешенный за ногу, сделанный из Ли... 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 Ах... Из Лианарк... Арканом. Крюзное лицо угарное. Какого чёрта? Что за фокусы? Макс, я... Это... Лика, осторожно! Мы в ловушке! Я выхватил пистолет, измахом руки перенёс свой центр тяжести и быстро повернулся вокруг оси, беглым осмотрев кроны ближайших деревьев и редкие кусты на земле. Двух секунд хватило, чтобы понять, никакой опасности нет. На нас никто не нападает. На лицо Лики наполнен диким ужасом. Она стоит в ступоре и, дрожа всем телом, не мигая, смотрит... Не мигая, смотрит на меня. Чуть слышно покусывание. Почему? Вытащив нож, я выгнался и перерезал Лиану. Спрыгнул на землю, на всякий случай ещё раз внимательно оглядевшись вокруг. Макс! Я ничтожная, жалкая, глупая дура! Это... Это мой Аркан! Следующие несколько минут Лика валялась на коленях у меня в ногах. Было нечто нечленораздельное. В этом в моё «Прости меня недостойную» сменилось «Нет, нет, мне прощение» и «Лучше бы мне и вовсе не рождаться». При этом Лика обильно поливала всё вокруг слёзами. Никакие увещивания не помогли. И от подобного отношения этой девушки к самой себе мне стало грустно. Наконец, она немного пришла в себя, встала и, вытерев слёзы, заговорила почти спокойным голосом. Устраивайся поудобнее. Я сбегаю к роднику неподалёку. Наберу воды. Я мигом. Поев, мы легли отдыхать. Я упаковался в спальник. Лика забралась на стоящее рядом дерево. А Хамки, с момента нашего разговора, выглядевший подозрительно, понура, наконец, немного успокоился. Он лёгким движением отодвинул мой рюкзак от дерева, разместив ближе к центру поляны. Чёрт, а Хамки силён. Эта штука весит раз сто больше. Убедившись, что расположил свой насест устойчивым, Хамки забрался на него и сложил лавки на пузе, и, задрав голову, застыл в этой позе. Похоже, любуюсь звёздами. И этот меховой колобок полон сюрпризов. Несколько минут я ворочался, пока, наконец, не понял, что быстро заснуть не удастся. Судя по шорохам, этажом выше, не спал и Лика. И периодически материки и тихое ворчание, доносящееся от Хамки, говорило о том, что этой ночью он всё же примет свою способность обходиться без сна. Поговорить с Хамки, с Ликой. Ну, го, с Ликой поговорим. Лика, ты не спишь? Блин, надо было сохраниться. А тут нельзя возвращаться назад. Тут ещё и подлагивает. Обычно в таких визуальных новеллах на колёсико можно, типа, назад вернуться, но тут, видимо, нет. Нет, не спится почему-то. Я не видел в темноте её лица, но эмоции хорошо читались в голосе. Она явно была расстроена, но почему? Лика, сегодняшний разговор явно расстроил тебя. В чём дело? Мне правда это интересно. Я хочу понять, что происходит в этом мире, узнать, как живёшь ты и твои собратья. И то, что я услышал от тебя, огорчает и меня, и Хамки. Он ждал несколько другого. Но ведь теперь всё будет лучше. В её голосе слышалась мечтательная улыбка. Да, я приложу к этому все усилия. В смысле, помогу Хамке сделать вашу жизнь лучше. Так здорово. С дерева раздалось тихое мурчание. Вот уж точно кошка. Я всегда мечтала, чтобы мы с мамой могли вернуться в город. Грезила, что смогу выйти замуж и растить ребёнка вместе с его отцом, которого буду любить всем сердцем. Я никогда и никому не говорила этого, Макс. Но ты, глаз Салангана и мой хозяин, тебе я готова открыть душу. После того, как ты пощадил меня, простил после попадания в Аркан, я уверена, ты не причинишь мне вреда без крайней нужды. Макс, у меня никогда ещё не было такого чувства, как сегодня. Мне кажется, что рядом с тобой я словно под лапкой с Салангана Хамки. Мне тепло и уютно. И совсем-совсем не страшно. Сейчас не страшно? Но разве обычно ты чего-то боишься? Да, всю жизнь. Я боялась за маму, когда она охотилась. Боялась за себя, когда была маленькой. Видя мои волосы, другие у Мари несколько раз пытались убить меня. Боялась, что не переживу голода, когда однажды мои рабы погибли от болезни. И неплодородная земля окраинтиократии оставила меня без урожая. Боялась, что умру, когда подхватила от раба какую-то болезнь. И выздоровела лишь чудом. Ой, аж слёзы навернулись. Боялась оставаться в пещере после того, как забыла приковать рабов и меня чуть не зарезали во сне. Боялась, что меня убьют зелирийцы. Каждую мою вылазку. Но без рабов я не смогла бы прожить. С благословением, ставшим проклятием. Я не могла получить надел земли в плодородных районах теократии. А вести хозяйство на территории зелирийцев означало подарить им урожай. Игол сменился с мечтателем надрожащей. А в какой-то момент она и вовсе всхлипнула. Моя жизнь! Вся моя жизнь это страх! Кровь, боль и страх! Не надо плакать! Я убивала зелирийцев, делала их рабами, но каждый раз рисковала собой и не могла тихо жить одна. Мне нечего было бы есть. В горах не водятся месюки. А на равнине, если какой изобретет, на него кучу таких же отшельниц набросятся. Но я верю, что все изменится. И пусть теперь я твоя вещь, и семьи мне не видать. Но уверена, другие у Марии, живущие вне столицы, подобно мне, смогут обрести свое счастье. Я не знал, что ей на это сказать. У меня пока нет четкого плана действий. И прямо сейчас убеждать ее в чем-то не было... В чем-либо не... Убеждать ее в чем бы то ни было... Глупо и неосмотрительно. Завтра нам предстоит долгий путь. Давай спать. Спокойной ночи, Макс. Спокойной ночи. Хамки, а ты че не спишь? Ты че не спишь? Думаю. О чем? Об идиотах. Не тебе в этот раз. А место? Пытаюсь понять их, но не могу. Ну, как бы самонадеянно это не звучало, но здесь есть я. И я могу помочь тебе выправить положение дел на планете. Нет, Макс, забудь. Повторю то, что уже говорил. Мне плевать на них. Я жил в другом мире, на другой планете, в другом обществе. Я не хочу лезть в этот кровавый пир, что здесь творится. Салангана больше нет. Есть делирия. И я, саланганец, здесь не более чем незваный и нежданный гость. Что бы там эти умари вслух не орали. Я исследую этот мир, а потом либо отправлюсь догонять своих, либо снова лягу спать. Я не пошевелю и пальцем, чтобы что-то здесь улучшить. Не я строил этот мир, не мне его и менять. Скорее, зритель, уснувший в начале представления и проснувшийся в разгар действия. Ничего больше. Но... Брось, Макс. Я все сказал. Происходящее вокруг не мое дело. Давай сменим тему. Его явно задевают эти обстоятельства, но не могу понять, чего он в итоге хочет сам. То ли начать... То ли начать всех спасать, то ли всех сжечь и начать строить мир с нуля, то ли в самом деле не желает связываться. Его манера речи, поведения – такой набор взаимоисключений, что гадать, кажется, нет смысла. Зато я могу выяснить один, давно интересовавший меня момент. Хамки, а как ты умудрился остаться голодным? Вот и повод напомнить тебе, что ты идиот. Я об этом рассказывал. А ты хомяк. Я имел в виду, как получилось, что столь технологичная штука, как твоя нора, способная даже воскрешать, не имеет генератора пищи. А... ну... Он пропустил мимо ушей хомяка и замелся. Кажется, сейчас кто-то начнет врать. Но... эта система считалась вспомогательной, ведь я могу не есть. И когда она сломалась, автоматика не выделила ресурсы на ее восстановление. Но... там много чего сломалось. Часы вот сбились. Сейчас мы узнаем какую-то страшную тайну. Формально, меня оставили на планете как ученого-исследователя. По сути, я словно находился в длительной экспедиции, и нора должна была следить за моей двигательной активностью, рационом и многим другими параметрами, согласно весьма строгим протоколам. Но она делала это слишком навязчиво. Вы слишком задержались в туалетной комнате. Будьте проведена система пищеварения. Вы слишком много времени проводите в одной позе. Будьте проведена искусственная стимуляция незадействованных мышц. Ваши погрешности в диете имеют критический характер. Генератор питания приведен в режим оздоровления. Достало лишнее все. Отключаю нахер. Режим длительный сон. Активирован. Ваше пробуждение произойдет через 100 тысяч лет. До пробуждения... До пробуждения ошибка. Перезагрузка системы. Аааа, так он сам виноват. Ясно. Вот это ошибка. Понимаю. А я бы хотел так. Чисто прикиньте. Вот как в фотораме. Заснул. Просто там, ну ладно, через тысячу лет проснулся. Как все будет. Интересненько. Макс, я говорю правду. Она сломалась. На самом деле. Сломалась. Дела и сломалась. Я спать хочу. Хамки завалился на бок и усиленно захрипел, решив не бесить его в сверх меры. Я отвернулся и вновь попытался удобнее устроиться в спальнике. Что ж, раз Хамки не готов вмешиваться, это могу сделать я. Кто знает, может у меня получится стать тем, кто сделает этот мир лучше для таких, как Лика. А что, хорошая идея. Попробовать себя в роли Демурга. Попытаться уснуть. Промоявшись еще какое-то время, я наконец уснул. Проснулся от ощущения, что кто-то касается моих ног через спальник. Разлепив глаза, увидел Лику с обнаженными клинками, стоящую рядом и легонько толкающую меня. Макс, проснись! Зилерийцы! О, черт! Я вскочил на ноги, попутно выхватив пистолет, и встал рядом с Ликой. По нашу душу действительно явились. Это дед, который из мема про макарошки, а не котлетки с макарошками, нет? С пюрешкой! С пюрешкой! Какие-то странные челы. Аниме. Перед нами был отряд рыцарей. Некоторые закованы в латы, другие в кожаной броне. Но все с оружием на изготовку. Двое из них вместо мечей держали в руках звездные арб... Звездные! Взведенные арбалеты! Да уж, они точно пришли сюда не за тем, чтобы мило побеседовать и предложить проводить нас до Теократии у Марии. Эти ребята стояли чуть подаль от нас, а позади них топтались несколько странных серых животных, чем-то похожих на печальных лошадей. Видимо, местная версия рыцарских коней. Возглавляла отряд длинноволосая блодинка с большими синими глазами и внушительных размеров мечом. Я тряхнул головой, окончательно отходя ото сна. Во время сна, надо сказать... Проклятая у Марии! Что ты здесь делаешь? Ты взяла этого зеленерийца в рамство, тварь? Хозаик какой-то у него голос странный. Жалкая дикарка! Макс, глаз Салангана! Наш бог вернулся! И скоро мы обрушим на вас его гнев! Так вы заодно! Это из-за вас, жители деревни, нас и позвали! Готовьтесь к смерти! Ощетинившись оружием, рыцари начали медленно окружать нас. Макс, прикажи мне вырвать ее гадкие языки и уничтожить этих богомерзких отродий! Так, сохраняемся. И на этом давайте закончим. Так сказать, интересный момент. Не надо крови нейтрализую этих дураков, но постарайся никого не убивать. Всем стоять! Никакой драки! Слушать меня, Салаги! Он представляет себя этого майора из, как называется, цельнометаллической оболочки. Ну что ж, давайте на этом закончим серию. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки! Увидимся! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok